МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, уважаемые телезрители! Сегодня в эфире очередная передача Ниромир ТВ из цикла Технопарк. Итак, нужно ли Российской Федерации агентство передовых разработок? Об этом сегодня мы беседуем с вице-президентом Лиги оборонных предприятий Владимиром Арсеньевичем Рубановым. Здравствуйте, Владимир Арсеньевичем. Добрый день. Немножко, наверное, предыстории. Напомним нашим телезрителям, что агентство передовых разработок в Соединенных Штатах, или ДАРПа знаменитая, было создано в 1958-м как ответ на советский вызов, на лидерство Советского Союза в космосе, на прорыв Советского Союза в области ядерных технологий, как ответ на спецкомитет Лаврентия Павловича Берии. Я бы сказал, что в большей мере это ответ на запуск первого спутника, во всяком случае, и так это присоединялось. Но он-то вырос откуда, понятно. Тем не менее, агентство передовых разработок при Пентагоне, сначала АРПа, потом ДАРПа с определенного момента, она дала, соответственно, миру, стояла у истоков таких вещей, таких явлений, я считаю, как интернет, то есть распределенная связь, мобильная телефония, технологии самолетов-невидимок, GPS, то есть космической навигации, и многого-многого другого. По сути дела, современный мир, вот мейнстрим, как сейчас говорят на нынешнем Новоязи, он сформирован теми технологий, которые родились в лоне ДАРПа. И еще один момент, пожалуй, о нем стоит сказать, что ДАРПа опровергает вбитые сейчас некоторые головы такой ублюдочный, рыночный, в кавычках, тезис о том, что государство должно вкладывать деньги только в нечто проверенное, а рисковать должен бизнес. Задача ДАРПа, агентства передовых разработок, вкладывать именно в рискованные вещи, доводить это до промышленного образца, а потом говорить бизнесу налетай. То есть это сочетание планового, там, социалистического, там, дирижистского начала и, что называется, свободного предпринимательства. И вот теперь агентство, о создании агентства передовых разработок уже в Российской Федерации заговорили на высшем уровне. Самое интересное, что заговорили те люди, которые в жизни никогда с этим не сталкивались, никогда этим не занимались, а вы, Владимир Васильевич, с ДАРПа сталкивались, что называется, лицом к лицу. Вот так получается. Не надо сказать, что, по-вашему, что это за структура, как в Соединенных Штатах имеют? Ну, вы знаете, на самом деле я в свою быту заместитель в Систирио Совет Безопасности, посещал Пентагон, знакомился с руководством ДАРПы. Была такая знаменитая Нитта Джона, она в тот период времени располагала порядка бюджетом, там, несколько миллиардов долларов. И, в общем-то, для них это была существенная доля для того, чтобы управлять разработками в направлениях. Она прижала сюда. Это директор ДАРПа? Да, да, да. Она находилась в здании Пентагона, сидела. Вот, поэтому, так сказать, есть там текст, который там известен в интернете, есть контекст. То, что за кадром, поэтому я знаю немножечко больше того, что пишется в прессе. Ну, прежде всего, значит, хотелось бы все-таки разговор о ДАРПе начать немножко с другого. Вот, сегодня все-таки доминирует такая идея, что рыночная экономика и коммерциализация технологий сможет нашу науку развить. Так вот, я хотел бы сказать, что такая идея не работает даже в рыночной стране, как в стране, на штат Америки. Сразу хотел бы сказать, что Америка, она разная. Есть Америка финансовая, есть Америка технологическая. Между этими Америками, где… Большие, как говорят, есть и разницы. Да, да, разные страны. Да, 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 это разные страны. Я бы даже хотел сказать, что если вот все-таки финансовые структуры и финансовые центры Америки, это они, так сказать, радикально либеральные, то профессура и научное сообщество в Америке, оно достаточно левое. Причем, так сказать, вот вся профессорская элита, ну, посмотрите, кто получает турбинские премии, там, полк Рогман по экономике и так далее, они все очень негативно относятся к такому, к идее того, чтобы финансовый, я повторяю, не рыночный механизм, а чтобы финансовый капитал правил страной и правил мира. Так вот, я там, понятно, откуда возникла ДАРПа, но какой она стала выполнять политическую и экономическую роль? Дело в том, что при существующей системе построения экономики, где наверху стоит финансовый капитал, то именно финансовые операции, оторванные от реальных экономических процессов, примерно в 10 раз оборот финансового капитала превышает, вообще говоря, оборот реальных процессов экономики, вот этот отрыв, он привел к чудовищным искажениям в самой мотивации экономической и научно-кинической деятельности. То есть, если вы придете к финансовым таким вот структурам и будете рассказывать по поводу инноваций, по поводу новых проектов, то вам быстро расскажут, что вообще говоря, самое выгодное дело, если у вас есть деньги, их вложить в деривативы, в финансовые спекуляции. Вот это и есть инновации. Ну и в недвижимость. И вам докажут, что все эти проекты уступают по прибыли. А на самом деле так. Ну действительно, если бы, собственно говоря, к финансисту пришли бы, что такое интернет, 69-й год, это первое, это прототип, 69-й год, а собственно говоря, интернет в коммерческом плане, 99-й год, 30 лет. Если ты придешь к финансисту и скажешь, что у меня есть инновация, вложи деньги через 30 лет, он скажет, ты пошел, ты жуя сигару, как мистер Твистов сказал, идите вы, понимаете. И именно так все и происходит. Поэтому в откровенных разговорах, не для прессы, не под запись, значит, в тот период времени Дарпа участвовала в проектах «Звездных войн». И когда шли откровенные разговоры, значит, мне представители Дарпы договорили, господин Рубанов, не жили вы не понимаете, что этим помешанным на деньгах людям доказать невозможно ничего. И если мы будем следовать фарватере финансового капитала, то мы погодим и образование, и науку, и вообще станем остальной страной. То есть в Дарпа сидят крепкие советские, то есть американские люди. Крепкие американские люди, которые, вообще говоря, имеют ответственность за будущее, и которые вообще на мир смотрят реально, и которые беспокоятся о научно-хиническом развитии страны, потому что понятно, что без научно-хинического слова мир развиваться не будет. Поэтому они говорили, что вот вы нас критикуют за «Звездные войны», но поймите нас. Значит, вот этим людям, финансовым капиталам, мы так сдать ничего не можем. У политиков есть один товар, который им выносят на рынок, и который легко проходит для того, чтобы получить деньги. Это страх. Безопасность, страх. Да. Поэтому мы на политическом рынке торгуем страхами, рассказываем о «Трашилке», рассказываем про «Звездные войны», и получаем в Конгрессе деньги. А на эти деньги сможем развивать новую сумму, да. А дальше, поймите, если мы начнем говорить о сложностях, нас избиратель не поймет. Поэтому уж как смогли, так и сделали. Поэтому деньги, которые вы получили, мы их получили не для того, чтобы ввести с вами «Звездные войны», для того, чтобы сохранить свою науку и для того, чтобы развивать научно-технический прогресс. Поэтому вот на вашем месте мы бы, так сказать, не занимаясь критикой наших научно-технических проектов, как эксперты, мы и с вами знаем, что это совершенно не научно-технические… – Туфта, что это… – Да, это туфта для продажи населения, для того, чтобы получить вот эти деньги. – То есть население не понимает, что такое, зачем надо развивать лазерную технику, искусственный интеллект, и надо сказать, о, мы будем защищаться от советских полистических ракет. – Совершенно верно. А дальше говорит, пожалуйста, вот мы получили деньги на очередной виток научно-технического развития, приходите, давай делать вместе. Вот у меня были такие разговоры. – Это был, простите, какой год? – Это был 1994-й… – Только по горячим следам развала советская… – 1995-й год, да. В тот период времени, кстати говоря, меня еще одна цифра поразила, мое воображение. Когда, значит, у них на 10 лет планировалось сокращение вот этих оборонных расходов, точнее не оборонных расходов, а вот оборонной промышленности, у них на самом деле была там достаточно глубокая конверсия, то есть они, в принципе, уходили от стрелялок, переходили на более высокотехнологичные вот эти вещи. Но вот у них, значит, 4% в год сокращения оборонного производства для них была катастрофа, была шоком. Причем я хотел бы сказать, что, просто чтобы понять, вот отношение государства вот такого, будем говорить, на первый взгляд, монетарно-либерального вот и нашего. Поэтому, вы знаете, на самом деле, вот там у государства такая ответственность есть. Второе, что я хотел бы сказать, что, в принципе, представление о том, что вот только бизнес двигает высокие технологии, вот он принципиально не верен. Дело в том, двигает, прежде всего, государство. Да, почему? Потому что начнем с того, что государство является самым крупным заказчиком на инфраструкторские исследования и разработки. Кому нужен космос, кому нужны ядерные энергии, кому нужны вот эти, там, новые, там, разработки власти инфраструктурных технологий. Они нужны, прежде всего, государство. И государство выступает первым крупным покупателем этих инфраструктурных технологий. Приведу, значит, такой пример. Значит, вот если сейчас идет разговор о том, как какое-то направление там, значит, развивать, вот, и стоит ли это советы с бизнесом, или все-таки государство, должно сказать слово, был в истории Соединенных Штатов Америки момент, когда доля электроники на американском рынке, японской электроники превысил определенные пороговые значения. В тот период времени это пороговое значение, оно оценивалось, по-моему, цифрой 17%. Значит, государство среагировало на это. Оно не, как бы, уходило от решения проблемы. Но проблему оно решало не административным способом. Просто-напросто государство поучаствовало в создании Семантека, это консорциума в области электроники. Семантек, он называется, точно, в Америке. Да, 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 да. И вот, будем так говорить, оно среагировало, оно оказало поддержку, и иначе, что методами они довели долю электроники американской и сокращение доли электроники зарубежной до требуемого до порогового значения по освобождению национальной безопасности. То есть создали временный Минэлектрон-пром такой. Ну, там, может быть, там немножко не так, просто там они, как бы, смогли экономическими методами повысить конкурентоспособность национальной экономике. Вот. Не директивным способом, а именно путем активного участия государства, путем вхождения в структуры, в капитал, путем там расширения закупок, там, стимулирования налогов и так далее и так подобное. Второй момент. Апартитет. Вот, значит, у нас тоже иногда считается, что информатизация в Соединенных Штатах Америки, и это вот там исключительно там шоу-бизнес. Вы знаете, заблуждение. Многие компании, вот я общался, значит, особенно там компании сырьевого сектора, они бы инфрационной технологией не пользовались еще очень давно. Долго-долго. То есть, да, очень долго. Так вот, реальным человеком, который сделал инфрационную революцию в Соединенных Штатах Америки, это является Альберт Горр. Значит, как и роль государства, я сейчас расскажу. Вице-президент при Клинтоне до 2000 года. Да, он, кстати говоря, достаточно видный ученый. Мне Академик Жов рассказывал, что еще когда он был только-только начинал там 30-летним человеком, уже это, да, говорили, что вот это наша восходящая звезда. Он на самом деле очень грамотный человек, он на самом деле занимается научными проблемами, очень... То есть, человек, разбирающийся науке. Да, он, так сказать, вот. Так вот, дальше, каким образом проводилось развитие инфрационной сферы? Значит, он, как вице-президент, не просто там говорил, давайте суперкомпьютер или там давайте провода тянуть. Значит, он посмотрел, как государственные деятели, чего не хватает американскому государству и что могут инфрационные технологии сделать для того, чтобы улучшить сферу управления государством. Он исследовал не в километрах медных проводов и даже оптических проводов. Он исследовал в категориях государственного управления. Он определил три болезни американского государства на тот период времени. Первая болезнь – это несвязанность с управлением страной. Вторая болезнь – он ее назвал организационный маразм. И третья – финансовый тромбоз. Он в Российской Федерации не был, ну ладно, он не видел. Да, да. Короче говоря, вот это три болезни, которые, так сказать, он лечился по общей инфрационной технологии для того, чтобы сделать целостную систему управления страной, для того, чтобы скачать дублирование и вот эти инфрационные потоки, и управленческие потоки, чтобы их сфорсовать в некоторый единый замысел. И третье – чтобы вот эти финансовые расчеты, во-первых, сделать прозрачными, ну и повысить мобильность финансовой сферы. Значит, что дальше? Конечно, бюрократия – это везде бюрократия. Вот. И в данном случае там сказать, что все восприняли, было бы сказать сильно. Поэтому. Значит, опять, не было каких-то вот этих там призывов, там, лозовов. Просто-напросто и не считали деньги. Просто-напросто в один прекрасный момент время.